Здравствуйте! В эфире программа о законах, которые регламентируют нашу жизнь. На этой неделе мы не могли не посвятить нашу передачу главному весеннему празднику – Международному женскому дню. В преддверии праздника, 8 марта, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева посетила Машинской и Пестовские районы и поздравила с праздником многодетную приемную семью и героя социалистического труда. Подробности у Елены Казаковой. В Новгородской области семья Соловьевых – одна из самых известных. В гости в деревню Броди Машинского района не раз приезжали журналисты разных изданий и корреспонденты федеральных каналов. Хотя на первый взгляд семья – это вполне обычно. Мама, папа, дети. Очень много детей. Екатерина и Виктор воспитали 15 ребятишек, только четверо из них родные. Остальные попали в этот большой дом в разное время и каждый со своей историей и простой судьбой. В начале 2000-х учитель местной школы Екатерина Соловьева впервые решила усыновить малышей и отправилась в детский дом. А ведь уже на тот момент Екатерина была многодетной мамой. Так Соловьевых стало на два человека больше. Первыми воспитанниками семьи стали пятилетние Лера и Коля. А дальше, как говорит смеясь старшая дочь Ирина, родителей было уже не остановить. Когда Леру с Коля взяли, это, конечно, было для меня шоком. У меня была ревность. Я, во-первых, была одна дочка. У меня была такая ревность. А потом я поняла, что я их стала любить, понимать их стала. И потом, когда пошел этот конвейер, я уже так мама. Они от меня скрывали. Они сядут, сами между собой все это поговорят. Я приеду и тут раз что-то тут не то уже. И она мне как бы, ну что. Папа говорит, мама у нас тройню ждет. Это было последний раз, это так и было. Потому что папа сказал, мама у нас тройню ждет. Теперь же полный комплект Соловьевых можно застать, пожалуй, только по праздникам. Многие дети Екатерины и Виктора уже обзавелись своими семьями. Уехали учиться в разные города. Но по-прежнему они не забывают ставший родным дом. Не знаю, откуда наберут силы. Терпение, сколько на нас надо. Мы все разные. Каждый со своими заморочками, каждый со своими проблемами. У каждой семьи там, может быть, какие-то где-то поддержать надо. Но папа ее тыл. Папа ее отдушина. Папа умеет ее поддержать с юмором, когда маме тяжело, и мама расцветает сразу. Мама, тебе спасибо большое за папу. Я тебе не устану это говорить. Ты не прогадала. А папе повезло. Секрет семейного благополучия прост. Профессионал в самом главном для женщины деле. Материнстве Екатерина Соловьева утверждает, в доме должны царить любовь и взаимопонимание. Однажды к нам приехали люди с Новгорода и сказали, зачем их надо любить. Вы же взяли детей, вы можете их просто уважать, о них заботиться. Ну, как на работу. Против. Если берешь детей, надо любить. Если ты их не любишь, страдает не только ребенок, но страдают взрослые. Сейчас к Соловьевым часто обращаются за советом семьи, которые только готовятся к усыновлению. Их Екатерина прекрасно понимает. Страх преследовал ее долго. Помогли любимый муж и родные дети. Во многом благодаря их поддержке воспитание приемных ребятишек стало делом жизни. Но это вовсе не значит, что всегда было легко. Однажды Екатерине и Виктору предложили взять двух малышей – сестру и брата. Екатерина согласилась еще до знакомства с ними. И первая встреча стала шоком. Данечке было чуть больше годика. Болезненный, крохотный ребенок. Проблема в том, что отдать детей не было в голове. А проблема, может, вопрос о том, что немного ли на себя взяли были такие. А первых брали. Очень тяжело привыкнуть к этому режиму, к этому отношению, к этой ответственности. Я говорю, здесь же нет отпуска, нет выходных. И вот про, когда Данечка был. Потому что маленький, а потом родной ребенок, надо всегда там уходить в декрет и сидеть в декрете. Вот просто. Ну что, 7,5 килограмм ребенок. Он выходил на улицу, он стоял и падал. Если его маленько оденешь, он не мог особенно так ходить. Я вспомнил. А теперь сейчас бегает. Конечно, всегда найдутся те, кому убеждения Екатерины непонятны и чужды. Не раз семью Соловьевых обвиняли в том, что воспитанием приемных детей они занимаются только ради денег. И ни о какой любви речи не идет. Но случилось в жизни этой уникальной семьи событие, которое раз и навсегда поставило точку в этих спорах. Когда в мае прошлого года в их большом доме случился пожар, за его восстановление взялась вся семья. Горе сплотило еще сильнее. В таком темпе жить нельзя. Я для себя говорю. Лето прожили, я не знаю. Вот июнь начался, и уже школа. И каждый день нужно было встать. Вот 1-го, наверное, июнь было каждый день в доме человек 40, не меньше. Особенно первую неделю, вторую человек 40. Нас самих-то сколько? Вот тут разбирать надо было. У нас самих-то 20. И каждый день вот. Мне говорю, ну спасибо, спасибо народу, иначе бы никак не выстояли. Учусь прощать. Учусь любить. И при всей житейской стуже я себе говорю опять. Пробьюсь. Бывало и похуже. Поэтому так по жизни нельзя, здесь нельзя расслаблять, здесь нельзя болеть, нельзя расслабляться, здесь ничего нельзя. Жизнь такая дана. За самоотверженность, любовь и заботу дети не устают благодарить маму и папу. Ведь времени и сил у Екатерины и Виктора, как ни странно, действительно хватает на всех. Каждому они готовы помочь словом и делом. А любимые сыновья и дочери отвечают взаимностью. Мои мамы и папа, они самые лучшие, потому что мама, она всегда жалеет. Да боже, иди, бабушка, иди сюда, да. Любит. Помогает. Бывает, когда тебе тяжело, например, выйти на сцену, она тебе поможет. А папа какой? Папа, папа очень хороший, возит меня в школу, в сопке, у Горелого. Мы с ним всегда куда-нибудь съездим, успеем. Как-то через год, через года два, вот, начала ее называть маму уже, как-то маму, маму. Вот я вот очень благодарю ее за ее поддержку, за ее любовь в сложных ситуациях. Она вот всегда вот выручит. Я не знаю, надо быть такой терпеливой. У нас вот маленькие, они бегают, шумят, ковардак какой-то, шум. Как-то, ну, бываешь, сорвешься, поругаешь их, но маме столько терпения с папой надо приложить, усилий. Я им очень сильно благодарна, я их очень сильно люблю. Они просто подарили заботу, чему-то даже научили, вложили частицу своей души в нас. И просто мы перед ними в долгу. Вы знаете, я очень счастлива, что в моей жизни есть человек, с которым я когда-то училась. Это были годы, проведенные в Боровическом педагогическом училище. После этого был, конечно же, университет, но вот те годы мы не можем забыть никогда. И со мной в параллельной группе училась девочка Катя. Очень активная, очень удивительная, очень добрая. И сейчас вот эта вот женщина уже, Екатерина, она стала многодетной мамой. У нее сегодня 15 детей. Я, конечно, очень ей благодарна. Я вот когда увидела, как она живет, как она дарит свою любовь, как она дарит свое сердце вот этим вот деткам, в большинстве своем из тех семей, от которых просто нужно было уходить. И дети в государственных учреждениях, они, конечно же, вот попали в эту добрую, чистую и замечательную семью. Конечно же, я приехала к ней поздравить ее с наступающим праздником, ну и, соответственно, всех девчонок, которые у нее живут. Вот я думаю, что те дети, которые воспитываются у этой женщины, они станут очень хорошими людьми. А это очень самое главное для того, чтобы они любили нашу жизнь, для того, чтобы они отдавали себя именно Новгородчине. Потому что многие из них учатся в университетах. Дети, которые действительно возвращаются сюда на все праздники. И они сейчас, у них случилось большое горе летом в семье, сгорел дом. И, соответственно, вот они все его вместе выстраивали. И достаточно серьезную помощь оказали, конечно, и администрация Машинского муниципального района, и, соответственно, предприниматели. Всем огромное просто спасибо. Накануне главного весеннего праздника Елена Писарева побывала в гостях и у еще одной прославленной жительницы Новгородской области. Здравствуйте. Можно ли к вам, дорогая моя? Можно ли к вам? Можно, можно, можно. В мою хату можно. С Евгенией Федоровной Зябликовой председатель региональной думы познакомилась в прошлом году, когда с рабочим визитом посещала Пестовский район. Тогда Евгения Федоровна поразила всех. Она не только задавала спикеру острые вопросы, но и давала ценные советы, делилась жизненным опытом. Евгения Федоровна Зябликова родилась в разгар гражданской войны в начале января 1920 года на советско-эстонской границе в крестьянской семье. Отец Евгении Федоровны, отслуживший в Красной армии пять лет, в числе других ижорцев-хуторян, был обвинен во вредительской антисоветской деятельности и расстрелян. Семья была сослана на север. По пути в ссылку мама смогла передать дочку Женю, тетке. Долгое время Евгения Федоровна тщательно скрывала свое происхождение. Дочь врага народа – страшное клеймо. В начале Великой Отечественной она начала работать медсестрой в воровичах, но только по ночам. Днем трудилась в совхозе. В селе Вятка Пестовского района Евгения Федоровна оказалась уже после войны, где прошла путь от старшего зоотехника до должности директора совхоза. Сейчас она со смехом вспоминает, как добивалась выхода совхоза рационализатор-передовики, ведь высшее руководство воспитывало молодого директора и кнутом, и пряником. Выговор, 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 выговор. А пятилетский орден. Вот как так возможно? Орденов хватало. Ну вот, и орденов, и медалей. Но выговоров больше. А по строительству очень много выговоров. Очень много по строительству. Ну, результат детский сад, баня, клуб, спортивная, медпункт, столовая. Все по строительству, да? Да, все это результат. Кроме того, Евгения Федоровна всегда живо интересовалась политикой и общественной деятельностью. Среди многочисленных должностей – секретарь комсомольской организации и член бюро райкома комсомола. И самое важное – звание героя социалистического труда. В этом году этой удивительной женщине исполнилось 97 лет. Но и сегодня Евгения Федоровна не изменяет своей натуре. С детства она была заводилой, сильным организатором, а главное – терпеливым и чутким человеком. Главное, главное – любить людей. Это самое, что ни на есть главное. Никогда ни с кем не ругаться. Никогда. Если уж очень худой человек, лучше не замечать его. Ну и вы знаете, во время, так скажем, предвыборной кампании я воочию познакомилась. Я много слышала о этой женщине, но воочию познакомилась с Зябликой Евгением Федоровной. Это удивительный человек, она меня поразила. В свои 97 лет на сегодняшний день этот человек умеет шутить. Этот человек даёт те пожелания и передаёт тот опыт, который бесценен просто. И вот эту женщину в деревне Вятка на границе Пестовского района, на границе Новгородской области с Тверской областью, конец этого Пестовского района, вы знаете, невозможно было не приехать и невозможно было её не поздравить. Я очень рада, что с ней были её дети. Я очень рада, что эта женщина интересуется политикой. Поверьте, она знает практически всех депутатов Государственной думы, областной думы. Она постоянно интересуется, смотрит новости. Я счастлива, что такие люди живут на нашей земле. И, конечно же, Новгородская областная дума единогласно поддержала. Я благодарю всех наших депутатов, потому что именно таких людей нужно поддерживать и заносить в Книгу почёта Новгородской области, как Евгению Фёдоровну Зяблик. Дорогие наши женщины, милые дамы, дорогие новгородки, искренне поздравляю вас с праздником. Я желаю вам счастья, огромного, большого счастья. Пусть в вашей жизни каждый день будет минута радости. А если этих минут будет много, то действительно в вашу жизнь пришло огромное счастье. Будьте любимы, любите сами, будьте радостны. Здоровья вам, вашим семьям, вашим детям. Счастья вам. С праздником. Это была программа о законах. Увидимся на следующей неделе в 21.30. Будьте здоровы, берегите себя и читайте законы.